В ходе последней войны в Ираке британский полк специальной авиадесантной службы вернулся к своим истокам. В глубоком тылу противника бойцы САС вели разведку, искали оружие противника и нейтрализовали его аэродромы. Тем же самым отряды САС занимались во Второй мировой войне в пустынях Северной Африки. Основатель САС Дэвид Стирлинг был не только блестящим стратегом, но и харизматическим лидером. Главная победа Дэвида над немцами состояла в том, что он всегда был на шаг впереди. Поэтому мы поменяли тактику и на более поздних этапах стали использовать джипы и тяжелые пулеметы, но все равно уничтожали много самолетов, что было очень важно для общего дела. Самые крупные операции САС Уничтожение гитлеровских аэродромов САС была сформирована осенью 1941 года в пустынях Северной Африки во время кампании против африканского корпуса Роммеля. Задача САС состояла в уничтожении авиации в глубоком тылу противника. Поначалу бойцов САС доставляла к объектам, а затем забирала оттуда пустынная группа дальнего проникновения. Один из первых бойцов САС, Рэдж Сикингс, вспоминает, как проходили такие операции. По мере приближения к объекту напряжение начинало нарастать. Сначала мы оказывались в радиусе действия бомбардировщиков, затем в радиусе действия истребителей, где тебя могли засечь истребители или разведывательные самолеты. А затем, по мере приближения к прибрежной полосе, начинали появляться кустарники и другие местные предметы. Напряжение нарастало, и мы продолжали движение, пока они оказывались достаточно близко, чтобы начинать думать не о себе, а об охране и о том, как будем отходить. Иногда мы проходили до 80 километров. Весной 1942-го немцы и итальянцы оказались не готовы к диверсиям в своем глубоком тылу. Первые операции, конечно, проходили сравнительно легко. Охрана не проявляла бдительности. Кто же ожидает, что самолеты вдруг начнут взрываться, а по тебе начнет стрелять кучка каких-то людей, когда ты в 5-6 сотнях километров от линии фронта? Ты расслаблен, война тебя вроде не должна затронуть, а когда все стало взрываться, это их изрядно потрясло. Но даже в самом начале возвращение было нелегким. Чтобы уйти, надо было выйти за пределы радиуса действия истребителей. Это было нашей целью. Или так, или как мы делали потом, когда мы залегали рядом с объектом, дожидались, пока самолеты перестанут летать, а потом, примерно через день, начинали потихоньку выбираться. Ушли. Но вообще-то двигаться надо было как можно быстрее, и обязательно хоть немного выйти за пределы радиуса действия истребителей. Тогда они могли атаковать не больше одного раза, а потом им пришлось бы возвращаться на базу для дозаправки. В те времена у истребителей был очень небольшой радиус действия. Насколько я помню, надо было углубиться в пустыню где-то на сотню километров. А это было нетрудно. К концу июня 1942 года Ромель, казалось, выигрывал войну в пустыне. Он оттеснил англичан до Эль-Аламейна на египетской границе, и его танки были снова готовы двинуться вперед, чтобы захватить Суэцкий канал. Господство в воздухе было важнейшим фактором, как для наземных сражений, в ходе которых немцы и итальянцы имели двукратные преимущества по авиации, так и для снабжения войск. Со своих аэродромов в Киренаике Ромель проводил воздушные налеты на британские конвои, поставлявшие жизненно необходимые грузы в Северную Африку. Если британцы собирались выиграть войну в пустыне, им надо было что-то противопоставить превосходству противника в воздухе. Именно в этот ключевой момент Дэвид Стирлинг внес важнейшее изменение в тактику САС. В пустыне появилось новое оружие – джипы «Виллис». Стирлинг увидел в них возможность покончить с зависимостью САС от группы дальнего проникновения и получить полную самостоятельность. Это стандартный джип до того, как сасовцы приложили к нему руки. А так он выглядел по окончании работ. Впереди и сзади тяжелые пулеметы «Виккерс» и «Браунинг». Под завязку загружен топливом, водой, инструментами, боеприпасами и взрывчаткой. Подвеска усиливалась, и на каждом джипе имелись специальные приспособления, чтобы проезжать по сыпучему грунту. В САС были опытные водители, механики и штурманы. Они использовали солнце, звезды, счисление пути, чтобы ориентироваться в лишенной ориентиров пустыни. По словам личного штурмана Стирлинга, Майка Садлера, результаты были впечатляющими, особенно ночью. Мы проделали долгий путь, чтобы подобраться к аэродрому, и нам надо было сделать остановку в километрах в 30 от объекта для топопривязки. Итак, мы определили свое местоположение относительно объекта, чтобы последние километры, километров 30, пройти уже зная дистанцию и ориентиры. Мы остановились для привязки вечером, в темноте, а затем выдвинулись к объекту, время от времени останавливаясь. Иногда подходил Дэвид и спрашивал, где мы. Я ему говорил, где, а он думал, что мы уже должны быть на месте. В последний раз он подошел ко мне и спросил, где мы, а я ответил, что примерно в полутора километрах. И как раз в этот момент их самолет включил посадочные огни, как раз где-то в полутора километрах от нас. Думаю, это был очень волнующий момент, когда каждый ощутил прилив сил. Но те же самолеты, на которые они охотились, могли оказаться их смертельными врагами. Одной из самых больших проблем в таких ситуациях было возможное обнаружение самолетом. И тогда, почти сразу, мог подойти наземный патруль, и мы могли оказаться между молотом и наковальней. В этом случае, как и во многих других, мы использовали метод маскировки машин. Мы прятали их, как могли. Закапывали их чуть ли не вровень с поверхностью, так что они почти не отбрасывали тени, сверху набрасывали сетки, а сами отходили на приличную дистанцию, метров на 50. Сидели там за кустом и молились, чтобы все обошлось. Стирлинг, который теперь вел джипы за линию фронта на своей штабной машине, получившей название «Блицбагги», начал новую серию рейдов к аэродромам Роммеля, готовившего последний бросок. На машинах они проникали глубоко в тыл противника, но в этот период войны последний отрезок маршрута они по-прежнему преодолевали в пешем порядке. Такими методами было уничтожено 50 самолетов противника, а потом Стирлинг внес в свою тактику очередное новшество. Джонни Купер, совравший насчет своего возраста, чтобы в 16 лет стать одним из первых бойцов САС, был рядом со Стирлингом. После первых операций, когда мы выходили на объекты и делали свою работу, немцам пришлось усилить охрану. Ну, во-первых, они начали выставлять от одного до трех человек к каждому самолету, а потом стали делать проволочные и другие заграждения по периметру. Главная победа Дэвида над немцами состояла в том, что он всегда был на шаг впереди. Поэтому мы поменяли тактику и на более поздних этапах стали использовать джипы и тяжелые пулеметы. Мы выходили двумя колоннами. С одной стороны Пэдди Мэйн, а с другой Джордж Джеллико. Так что с каждой стороны было по шесть джипов, а мы находились в центре. В Багуше Стирлинг и Пэдди Мэйн возглавили атаку, когда самолеты расстреливали на земле с джипов. Во время другого рейда они еще установили мины Льюиса на оставшиеся самолеты, уничтожив всего 34 машины, что стало серьезным ударом для военной машины Роммеля. В Сиди Ханейше Стирлинг использовал 14 джипов двумя колоннами, которые вели Пэдди Мэйн и Джордж Джеллико. Они расстреляли на земле 40 транспортников Ю-52. Но Стирлингу по-прежнему приходилось вести войну на два фронта с противником и с врагами САС в штабе британских сил на Ближнем Востоке. Напряжение начинало сказываться. В какой-то момент он весь покрылся пустынной язвой, и ему не стоило выходить на операцию. У него были только таблетки серы, а это неподходящее лекарство. Он не хотел пойти к врачу, не хотел ложиться в госпиталь, а вместо этого снова вышел на операцию, зажав себя в кулак. В сентябре 42-го Стирлингу присвоили звание подполковника. Его детище получило обозначение 1-й полк специальной авиадесантной службы и было официально включено в боевой состав британской армии. Стирлинг воспользовался возможностью создать ряд элитных подразделений под своим началом. Его брат Билл сформировал 2-й полк САС, в то время как сам Стирлинг собирал спецподразделения из других стран. Священный батальон состоял из греков, которые сражались вместе с британцами в Северной Африке, а затем в Эгейском море. Из французов тоже сформировали целый батальон САС. Они сражались во имя освобождения своей страны. СБС, эскадра катеров особого назначения, также участвовала в наступлении в Эгейском море. Именно СБС отбила попытку немцев захватить остров Сими. Казалось, будущее спецвойск по взглядам Стирлинга выглядит безоблачно, но потом разразилась катастрофа. Самые крупные операции САС. Самые крупные операции САС. Октябрь 1942 года. Битва при Эль-Аламейне стала началом конца для немцев и итальянцев в Северной Африке. Когда Ромель начал отступление, Дэвид Стирлинг спланировал еженедельные рейды на растянутые немецкие колонны. Удары должны были наноситься от Агейлы до Триполи и дальше в Тунисе. 8 ноября союзники открыли второй фронт. Операция «Торч-факел» началась с высадки войск в Марокко и Алжирии, более чем в полутора тысячах километров в тылу у Ромеля. Стирлинг увидел в этом еще один шанс для САС. Цель состояла в том, чтобы добраться до Туниса и соединиться с первой армией, проводя по пути различные операции, таким образом, чтобы командование одобрило такие операции в целом. Но попытка соединиться привела к катастрофе. Французский батальон вышел на территорию протектората Франции Туниса и начал там действовать. Стирлинг собирался пойти другим маршрутом, но ему понадобилось пополнить припасы, и он свернул туда, где его поджидал противник. В ночь с 24 на 25 января 43 года основатель САС Дэвид Стирлинг попал в плен. Он бежал, но его снова взяли. Редж Сикингс с первого дня был рядом со Стирлингом. Мы лишились не только командира, но и друга. Мы через многое вместе прошли, поэтому потеря была огромная. А для всего подразделения это означало потерю символа. И теперь никто не знал, что будет дальше. Вместе с Джонни Купером Сикингс попытался организовать операцию по поиску и спасению Стирлинга. Мы так переживали, что очень просили, в частности, генерала Андерсона из первой армии нас отпустить. Мы хотели, чтобы нас вычеркнули из списков личного состава армии и забросили в Италию или в другое место, где его держали. И дали бы нам свободу рук. Мы хотели его вытащить, сколько бы это не заняло времени, недель или месяцев. Но где-то, наверное, были люди, которые хотели, чтобы полковник Дэвид оставался там, где он был. Враги Стирлинга в полной мере воспользовались его пленением. Второму полку САС его брата Билла позволили продолжать деятельность, но остальные спецподразделения были распущены. Первый полк САС даже лишился названия и был переименован в СРС специальный рейдовый батальон. Одержав победу в Северной Африке, союзники занялись подготовкой вторжения на Сицилию и на основную территорию Италии. В этих операциях СРС использовались для иных целей в качестве отборных штурмовых частей. Нас использовали не так, как мы привыкли в САС, маленькими группами, скорее в роли командос, ударных частей. За участие в высадке на Сицилию Редж Сикингс получил военную медаль. Его объектом была огневая точка на утесе. Как я говорил, мы выбрали запасной маршрут и вышли прямо к объекту, потому что, кроме всего прочего, мы немного запаздывали. Мы вышли к минному полю и проволочному заграждению. И мы с сержантом Терри сделали проход, через который пропустили всех наших людей. по ходу дела по нам открыли огонь, но мы прорвались и атаковали этот блиндаж. Потом мы взяли командный пункт и снова это сделало мое отделение. Мы туда ворвались, и это был единственный раз, когда мы использовали штыки. В октябре 1943 года Пэдди Мэйн повел СРС на захват итальянского порта Термоли на Адриатике. Операция в Термоли была ужасной, одной из худших для нашего подразделения. Мы высадились, но опоздали из-за флотских, и поэтому на берегу оказались поздно. Оказавшись на берегу, бойцы атаковали группу немцев возле крестьянского дома, но их ждал неприятный сюрприз. А потом мы поняли, что это немцы из первой парашютно-десантной дивизии, которые участвовали в критской операции. У них были критские эмблемы на рукавах. В итоге мы дрались с ними все утро, потому что там был их ротный командный пункт. Изрядно повозиться пришлось. В итоге оставшиеся немцы сдались. когда он нас увидел, он сказал, если бы мы знали, мы бы так не дрались. Я спросил, почему? А он, зачем хорошим людям убивать хороших людей? Мы убиваем танкистов, мы убиваем пехоту, но друг другу мы не убиваем. Если бы мы только знали, сказал он, я сказал своим людям, что никогда не сталкивался с противником, который бы так отчаянно дрался. Сикингс и его люди были измотаны и немного отдохнули. Потом произошла трагедия. Немецкая артиллерия открыла ураганный огонь по деревне. Стали прилетать первые снаряды. Я их не слышал, потому что ты его не слышишь, когда он летит в тебя. А потом вдруг начались разрывы. Боже мой. Удар, разрыв, снаряд упал прямо среди нас, чуть ли не в полуметре за моей спиной. От немецкого снаряда начали рваться гранаты в одном из грузовиков СРС. 22 человека погибли. Это меня потрясло, потому что это были первые люди, которыми я командовал. Раньше я был старшим сержантом и работал с Джоном и стирлингом в составе небольших групп, а своих подчиненных у меня не было. А на этот раз у меня были люди, которых я сам готовил, новые люди, которых я сплачивал и отвечал за их боевую подготовку. У нас сложились отличные взаимоотношения, и ребята были хорошие. Отношения стали еще лучше после того, через что мы прошли, поскольку компания была долгой, и за это время они стали не просто моими подчиненными. Они стали моими товарищами, друзьями. Немцы предприняли яростную контратаку. Сикингс, Пэдди Мэйн и их люди упорно удерживали Термоли. Лишь через три дня их положение облегчило наступление союзников. Второй полк САС тоже был при Термоли, а затем он развернул в Италии самостоятельные операции. Часть бойцов забрасывали в тыл противника для выполнения более традиционных для САС задач. Они взрывали железные дороги, мосты, замедляя движение немецких войск. Десанты с моря, иногда с подводных лодок, тоже вносили свою лепту в нарастание хаоса. Тем временем, даже находясь в плену, Дэвид Стирлинг оставался самим собой. Он побывал в нескольких лагерях для военнопленных, из которых бежал четыре раза. но его ловили снова и снова. Еще он использовал свой САСовский опыт для организации массовых побегов, не только для переправки людей обратно в Британию, но и для организации и поддержки сопротивления в Европе по рецептам САС. Для осуществления плана требовалось примерно 65 человек, потому что треть бежавших надо было использовать для помощи, для поддержки партизан в Богемии и Чехословакии. из оставшихся двух третий часть людей должна была пробираться на север или в Швейцарию, а остальные на юг. Поэтому нам надо было выслать три группы для разведки всех трех районов. Поэтому пришлось организовать три побега в дополнение к основному. И все они были успешными. Мы бы получили много информации, если бы немцы не решили перевести нас в Брунсвик. Окончание войны Стирлинг встретил в печально известном замке Кольдитс, где продолжал попытки установить контакт с местным немецким движением сопротивления. После ожесточенных боев на фронте СРС и 2-й полк САС были отправлены в Англию. Здесь в начале 44-го года СРС получил прежнее название 1-й полк САС и вместе со 2-м полком был введен в состав воздушно-десантного корпуса. Их очередная задача была простой готовиться к высадке в Нормандии. КОНЕЦ